Приветствую вас, давайте для начала определимся с тем, как вы воспринимаете парня, как кого. Если вы воспринимаете его как вещь, которую допустим нужно возвращать, то получается, что вы его используете для своих целей, для удовлетворения своих желаний. Вы хотите его вернуть, чтобы вам было хорошо, а не ему. То есть вы, по сути, перекладываете ответственность за свое благосостояние и свое благополучие именно на него. Что мужчине естественно может не нравиться и что мужчина в общем-то имеет полное право, чего мужчина имеет полное право избегать. Вот. И от чего мужчина имеет как бы право отказываться. Ну вообще, просто. Вот. Это первое. Второе. Если вы его любите, все-таки, и если вы хотите для него счастья, счастья, для, ну, своего мужчина. Вот. Причем, даже не важно, да, что, что он, бывший он, небывший, да, это вот, на самом деле это не важно. Вот. Серьезно, я считаю, что подобные вещи не важны. Вот. Если вы хотите, чтобы он был счастлив, если вы его любите, то это уже вопрос к вам. Да. А. А. Что он получит? Что он получит? Что он получит? Если вернется к вам, к вам. Да. Получит ли он что-то? Если вернется к вам. Иными словами, а, иными словами, да, а, почему он должен к вам возвращаться. Вот это тот вопрос, на который вам нужно ответить. Для себя силательно, в первую очередь. А, дальше, дальше. Если вы сейчас не вместе, значит вы расстались. Ну, простите меня на такую, ну, очевидность. А, если вы расстались, значит, что-то послужило причиной для того, чтобы вы расстались. И, и, прежде чем возвращать мужчину, прежде чем его возвращать, давайте подумаем. Пока. А, из-за чего расстались? Может быть, и нет смысла возвращать, его, пока что. Пока вы, не поняли, из-за чего вы расстались, собственно говоря. пока не сделали выводов. Пока не выработали решение для себя. Относительно, ну, того, что, например, вот, так, как я делать, например, больше не буду. Допустим. И так далее. Понимаете? ведь вы же из-за чего-то расстались, значит, были какие-то для этого причины, значит, их тоже нужно разобрать. Дальше. Дальше. Понимаете, нет стопроцентных способов вернуть человека. то есть, что бы вы ни делали, он, может быть, вернется, а, может быть, нет. ваш, ну, бывший парень. И, поэтому, поэтому нужно, что бы вы были максимально менее зависимы от него, то есть, наименее зависимы были, чтобы вы были наименее зависимы от него, чтобы вы наименьшее значение ему придавали в контексте именно удовлетворения своих желаний каких-то, да, то есть, ну, своих, то, что вот нужно именно вам от него. Вот. Чтобы вы могли максимально, а, свободно, а, себя, себя реализовывать, чтобы вы могли максимально свободно себя проявлять, чтобы вы могли, а, максимально свободно действовать, а, чтобы не было ограничений каких-либо. Вот, понимаете? Вот эти все аспекты необходимо учитывать при приработке стратегии. Дальше, значит, чтобы повысить максимально шансы возврата мужчины, я бы рекомендовал вам вспомнить, чем вы его привлекли когда-то. Чем он вас привлек когда-то. Как вы вели себя, когда привлекли его? Почему потом перестали так себя вешать? И начинайте вести себя снова так, как вы вели себя, когда его привлекли. Ну, если только вы не пробыли вместе там лет пять, да, то есть, ну, если больше пяти лет, тогда это не работает. Ну, не совсем актуально рекомендация. Займите для него наиболее комфортную форму взаимодействия. То есть, взаимодействуйте с ним постоянно, но так, чтобы ему было комфортно. И вот проявляйте себя. Начать можно с банального. Хочу там, соответственно, сохранить с тобой контакт, да, хочу там быть с тобой, как бы, друзьями, вот. Значит, хочу с тобой общаться, просто общаться. И вот это будет тоже тем фундаментом, тем основанием, на котором вы можете себя, как бы, проявить, да, и, соответственно, проявив себя, добився уже тех результатов, которые вам нужны. Но при этом обязательно нужно работать над своими желаниями, над личностным ростом, над тем, чтобы меньше в нем нуждаться, потому что в ином случае все это просто-напросто, рано или поздно, скачиваться в обвинение, в преследование и так далее. Вот. Вот то, что можно вам сказать, опираясь именно на тот минимум данных, которые вы предоставили. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вы не можете без своего парня, если вам тяжело, если вам плохо, если вы страдаете, тоже обращайтесь к любому из психологов, мы вам поможем, собственно говоря, вот эту вот созависимость убрать. Да, тут раскрыть ее даже не убрать, а раскрыть ее поможем вам. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...